Пам-пам. Привет, я Руслан Усачев и сегодня поговорим о самых интересных новостях и событиях в России и мире за последнее время. Ну а для досмотревших видео до конца будет не только классическая рубрика, но и пара анонсов. А пока к новостям! Пам-пам. Начнем мы не просто с новостей высоких технологий, а с новостей высоких технологий по-русски. Ведь наше любимое правительство постановило, что на все смартфоны, возимые в Россию, должны устанавливаться российские программы. В перечень предустановленных программ входит аж 16 категорий разных приложений. Это карты, почта, офисные приложения, приложения для обмена сообщениями, разные новостные агрегаторы, видеосервисы и куча вообще всего разного. То есть в принципе можно сказать, что практически все типы приложений входят в этот список, разве что игрушек там нет. Если вы уже предвкушаете, как будете просто вычищать горы говнища ненужного своего нового смартфона, то я обрагаю вас еще сильнее. Ведь в постановлении речь идет не только о телефонах, но еще о планшетах, ноутбуках, настольных ПК и даже умных телевизорах. Звучит все очень стрёмно и не обязательно и не нужно, но я предлагаю разобраться, потому что если прочитать сам текст постановления, то, ну скажем так, ситуация чуть менее стрёмная. Вообще как бы уже несколько лет разрабатывается пакет документов, который обяжет вот производителей или импортеров техники ставить российские приложения. Это вот такая мера по поддержке российского IT-сектора. Ну чтобы рядом с Google-картами были Яндекс-карты, чтобы рядом там с почтой от Apple была какой-нибудь там почта Mail.ru или что-нибудь такое. Потому что сейчас разработчики самого железа ставят туда только свои собственные приложения, пользуясь неким преимуществом. Конкретного списка приложений, что именно хотят устанавливать, нет. Можно только гадать. Но утверждают, что пускать туда будут только полностью российский софт, который имеет большую базу пользователей и, что весьма важно, который не требует денег за использование базовых функций. На самом деле и так очень много техники уже поставляется с российским софтом. Я бы даже сказал, что чем дешевле вы будете брать телефон, тем больше там будет всяких онлайн кинотеатров российских, новостных агрегаторов и прочей лабуды. Для умных телевизоров вообще это практически обязательная вещь, чтобы там был какой-то онлайн кинотеатр прямо из коробки, потому что, ну как бы, ради этого их многие покупают. А если вы возьмете какой-нибудь серый там китайский смартфон, везенный в обход вот всех официальных путей, то там вас ждет, скорее всего, пара экранов просто разных локальных там маркетплейсов, ТВ-каналов, радио какого-то. Наверное, последний бастион это айфоны, которые, кажется, вообще нигде в мире не предустанавливают чужие приложения. Так что вот это самый интересный момент, уступит ли перед законом Apple. Или, может быть, они придумают какую-то прослойку, что они сначала ввозят в страну чистый айфон, а потом уже там накатывают дополнительный какой-то апдейт с российскими приложениями и другими бонусами. И, видимо, уже в следующем году мы узнаем ответ на этот вопрос. Либо запретят все айфоны к чертям, потому что как они без русского-то софта. Ну а еще я посмотрел, что подразумевается под установкой приложения, и оказалось, что это, в принципе, может быть просто иконка на рабочем столе смартфона, нажав на которую вы сможете скачать все остальное приложение. Или даже просто появление диалогового окна, где вам предложат такую опцию. Не то, чтобы оно было реально установлено там. Короче, я, наверное, скажу не самое популярное мнение, но при выполнении всего двух условий я считаю, что это весьма неплохая инициатива, которая вот поддержит отечественных разработчиков и познакомит пользователей с их продукцией. Какие условия? Во-первых, это, конечно, некая умеренность. И вот, чтобы не ставили все 16 категорий приложений, захламляя весь телефон, то есть минимум необходимый только. Второе условие — это полезность приложений, потому что, признаем, есть все-таки небольшое подозрение, что запуская вот новый телефон через год, я увижу там установленные приложения Сберпрослушка и ФСБ-слежка. Они по умолчанию включены, и удалить их нельзя. Пам-пам. Срочная новость для тех, кому близки слова «Глич», «Рендер» и «Композинг», ну или для тех, кто только делает свои первые шаги в моушн-дизайне. Срочная она, потому что актуальна будет только до 30 ноября, пока идет «Черная пятница» в онлайн-школе дизайна Contented. Вы сможете с огромной скидкой приобрести полный курс моушн-дизайна, где вас ждет весь набор. И самые современные программы, и работа по реальным брифам, и даже удаленная стажировка уже во время обучения. Согласитесь, что знания — это куда более интересная инвестиция, чем покупка нового смартфона. Остальные потом ваш шоурил будут смотреть на своих телефонах. Но сразу следует проговорить, что это не покупка почетной грамоты дизайнера, которую вы на полочку поставите. Нет, Contented — это настоящая онлайн-школа, где профессионалы своего дела будут делиться с вами многолетними знаниями. Там надо будет реально учиться, чтобы получить результат. Вот с заданиями на самостоятельное выполнение, с проверкой выпускных работ. Но есть и приятные бонусы, потому что вы в конце не останетесь наедине со своими новыми знаниями, потому что HR-специалисты помогут вам составить свое резюме и какое-то портфолио из созданных в рамках курса работ. И вы уже готовый молодой специалист, и начинается самое интересное. Путь к святому граалю моушн-дизайна — созданию заставки мне на канал. Или что-нибудь более интересное. Начать инвестировать в свои знания можно уже прямо сейчас по ссылке в описании. Но не забудьте, что только до 30 ноября по промокоду «Усачев» скидка 55% на курс по моушн-дизайну. На самом деле промокод на все остальные курсы действует. Пам-пам. Я уже как-то рассказывал про одно из расследований с сайта «Проект Медиа», но, стоит признать, они смогли меня опять удивить. Есть же такой момент с расследованием Навального, что мы как бы уже все поняли, что да, у каждого чиновника, который чуть старше уборщицы в министерстве, есть недвижимости на миллиард рублей. И дроновые пролеты над этими домами уже не так удивляют. «Проект Нашли Чем Меня Удивить». Они заявляют, что нашли третью дочь Путина. Он как бы и так упорно пытается спрятать своих двух основных дочерей, про которых вроде как известно. Владимир Владимирович, скажите, пожалуйста, а вот эта женщина, которая на вас похожа, и про которую все говорят, что она ваша дочь, это ваша дочь? А вот не скажу. А тут как бы еще одна. 2003 года рождения. Если вам интересно, там само расследование в виде ролика на 15 минут всего. Выглядит все достаточно правдоподобно, но понятно, что там нет подтверждений, как бы нет одного из участников создания этого ребенка. Свечку никто не держал, ДНК-тестов нет. Но есть множество косвенных улик, которые как бы наталкивают на такую мысль. Типа того, что молодая девушка, предполагаемая мать дочери президента, получает внезапно долю в Банке России. Я что подумал? А что если он так сильно пытается вот как бы отстраниться и спрятать своих уже двух известных дочерей? Потому что в противном случае придется признавать еще больше других детей. Может быть их штук 50 уже по всей стране. И каждый раз, когда СМИ переживают, что президент куда-то пропал на две недели, на самом деле он не болеет, а строгает себе в Сибири бастардов. Единственное, что возможно на всех не хватит элитного жилья в России и акций банка. Но как бы хотя бы не бросает. Хотя, конечно, можно сказать, что доля в банке, элитное жилье и разные бизнесы подаренные, это такой способ заставить женщину молчать о том, что у нее есть ребенок президента. Но, как бы, у нас тут все-таки позитивное шоу, я уверен, что женщина не страдает. Возможно, даже многие ей завидуют, как она грамотно устроилась. Но вот один момент все-таки в расследовании упустили, потому что слишком увлеклись там всеми этими моральными аспектами, коррупционными и прочими. Две дочки есть точно, мы это знаем. Вот сейчас есть подозрение, что еще третья существует. Но все еще у Путина нет ни одного сына. На кого же царство оставлять? Пам-пам. Интересная ситуация. Мы же, как бы, ну, я рассказывал в предыдущем выпуске, что установлено, что новости о ковиде все менее интересны людям, при том, что сами люди все более интересны ковиду. Поэтому я долго думал, как поступить. Но на самом деле не очень долго. Я решил, что мы просто пробежимся по нескольким интересным моментам, которые касаются этой темы, и все. То есть сейчас будет такая ковидная выжимка в ваши глаза и уши. А если я что-то интересное по этой теме пропущу, то вы можете поделиться этим в комментариях. То есть я понимаю, что в регионах тоже есть много всяких интересных моментов. Каждый по-разному борется с болезнью. Допустим, в Москве все относительно хорошо, а в остальной России херово. Вот в Питере, допустим, экспериментально было установлено, что ношение маски это не всегда гарантия безопасности и хорошего здоровья. Это случилось в одной из маршруток в районе Мурино. Даже если вы не знаете, что такое район Мурино в Питере, я думаю, что по контексту вы примерно догадались. Потому что ведь рассказывая о событиях в любом городе, имеет смысл упоминать только два района. Центральный, типа, это аж в центре произошло. Или тот другой район, который никому не нравится. Вот Мурино это не центральный район. Так вот, в маршрутке один из пассажиров сделал замечание паре о том, что они ехали без масок. Случилась словесная перепалка, потом пощечина без масочнику, и конфликт перенесся на улицу. И завершился весьма печально, потому что, сделавшему замечание мужчину, закололи ножом в спину. Такая вот чернуха из криминального Петербурга. Тут у нас либо носишь маску, либо нож. Вообще у нас весело, в принципе, если вы вдруг не в курсе, там буквально за последние дни у нас мужик захватил детей в заложнике, потому что подозревал жену в измене. А потом, не связанная совершенно с этим история, после спора в родительском чате по поводу даты проведения теста в школе случилась массовая драка. Весело. А как в ваших регионах люди сходят с ума из-за пандемии, а? Как? Как? Расскажите. Если вдруг какие-то есть свежие безумные истории, то, может быть, даже пригодятся для следующего выпуска. Пам-пам. Менее мрачная новость про ковид будет попозже. Сейчас будет более мрачная. Она касается общей смертности от ковида в России. И тут очень разные данные, потому что оперативный штаб говорит, что за все время пандемии порядка 30 тысяч погибших. Росстат насчитал более 50 тысяч погибших. В Яндексе вот говорят по 36. Но если взять общую смертность по стране, то окажется, что с апреля по октябрь почему-то в стране погибло на 120 тысяч человек больше, чем в 19, 18, 17, 16 или 15 годах. То есть по какой-то причине в этом году смертность на 120 тысяч человек больше, чем ожидалось. Тут не очень много вариантов. Либо оперативный штаб, который борется с коронавирусом, занижает цифры смертности в несколько раз. Либо по стране ходит какая-то другая эпидемия, которая убивает людей в несколько раз сильнее, чем ковид, и об этом никто не говорит. Либо, третий вариант, кто-то обсчитался. Очень сильно, но на нолик ошибся, и вот теперь новость такая неприятная. Для справки, чтобы вы понимали, обычно в год в России умирает примерно 1 миллион 800 тысяч человек. Суммарно. Так что вот сами можете решить, насколько вот это ковидное отклонение, оно серьезно и значительно. При этом понятно, что год еще не закончился, но вот когда будет доступна полная итоговая статистика по месяцам, регионам и городам, можно будет примерно понять, где и сколько людей успели списать, чтобы преуменьшить масштабы пандемии в России. Но опять же, понятно, что методики подсчета разные. Вот кого именно считать жертвой коронавируса. Плюс, наверное, многие люди погибли из-за общей перегруженности медицинской системы. Их просто не успели спасти из-за того, что занимались ковидом. Но я уверен, что власти найдут объяснение такой рекордной смертности в 2020 году. Ну, во-первых, это, конечно же, отголоски Второй мировой войны. И американцев. Закончим мы с этой болезненной темой на позитивной новости. Скажем так, относительно позитивной, скорее забавной. Я на прошлой неделе рассуждал о том, как еще могут рекламировать превосходство российской вакцины от коронавируса. И ее эффективность, кстати, действительно повысили. Ее опять пересчитали, и она теперь больше 95%. Но про один момент я все-таки забыл. Про стоимость вакцины. Что случилось? Дело в том, что объявили, сколько будут стоить американские вакцины. Pfizer свою планирует толкать за 19,5 долларов. А Moderna баксов за 30, там, плюс-минус. Это число, скорее всего, нужно умножать на 2, потому что человеку нужно вколоть две дозы. То есть диапазон от 3 до 6 тысяч рублей на человека. Наши тут же заявили, то есть вот прямо в Твиттере у себя написали, что русская вакцина, спутник-галочка, будет значительно дешевле. Насколько дешевле? Всем интересно. Ну, мы пока не знаем. На следующей неделе скажем. Но точно дешевле. Вдруг американцы опять там что-то пересчитают, и нам, чтобы не исправляться, мы пока точно цену не называть не будем. Но дешевле. Не знаю, как у вас, у меня складывается ощущение, что вот либо люди, отвечающие за разработку российской вакцины, вообще не представляют, как правильно работать с публикой, рассказывать о своем продукте, либо характеристики и качества отечественной вакцины определяются не ее непосредственно свойствами, а тем, что заявляют о своих вакцинах американцы. У них 90% эффективности, у нас 92,5. У них 95, у нас больше 95. У них стоит 20 баксов, у нас значительно дешевле. У них частные компании разработали на свои деньги вакцины. У нас их планируют продавать людям, на чьи налоги она и была разработана. Упс. Пам-пам. Вот смотрите, я у вас попросил примеры разных безумных историй из регионов. Давайте пример приведу как можно. У нас сейчас в Приморье десятки тысяч людей сидят без света, воды, иногда отоплений, даже связи, из-за того, что неделю назад прошел ледяной шторм. То есть помимо того, что все так интересно покрылось ледяной коркой, из-за которой местами город выглядит так, как будто это игра времен PlayStation 1, еще это поваленные деревья, оборванные линии электропередач. 200 тысяч человек остались без света после шторма. Причем это не только какие-то удаленные поселения. Вот прямо рядом с Владивостоком есть остров Русский, с которым было прервано автомобильное сообщение из-за наледи на русском мосту, потому что, ну, кусок льда может упасть и раздавить машину целиком. В итоге жители острова стоят в очередях на паром. Я очень люблю Приморье. Вот мы буквально пару месяцев назад там последний раз снимали. И это выглядит так, как будто буквально по щелчку пальцев стихия смогла парализовать, ну, знаете, весьма продвинутый регион. Заявляют, что настолько мощный ледяной шторм последний раз был 30 лет назад. С одной стороны, конечно, странно было бы ожидать, что вот коммунальные службы могут быть к такому готовы. То есть что у них там должна быть какая-то запасная сеть электроснабжения для всего региона на случай, если он внезапно покроется коркой льда. Хотя, с другой стороны, если задуматься, 30 лет назад это не очень давно. То есть, ну, стоит учитывать, что такие вещи могут в регионе происходить. Ну и, конечно же, началась вот эта наша классическая проблема вертикали власти. Знаете, когда в регион прилетел разбираться с последствиями шторма министр развития Дальнего Востока? На пятый день после шторма. Когда уже все критические вопросы порешали без него, он прилетел и заявил, что кризис прошел. Интересно, вот первые пять дней он где вообще занимался-то развитием Дальнего Востока? А если кризисы без него смогли преодолеть, то нафига он вообще прилетал? Нафига он вообще нужен? Кстати, если вы все еще не подписаны на канал, то смелее это делайте. И лайк нажимайте, чтобы YouTube точно уже понял, что вы не хотите пропускать новые видео. Ну а мы переходим к следующей новости. Samsung закрывает линейку своих флагманских смартфонов Galaxy Note. Вот такой вот последний будет, получается. Это еще, конечно, неофициальная информация, нет как бы пресс-релиза, но многие источники об этом сообщают. Если вдруг вы не следили за линейкой Samsung или запутались в ней, то в последние годы у них выходило по два флагмана в год. В первом полугодии Galaxy S, во втором полугодии Galaxy Note. Он позиционировался как такое бизнес-устройство, суперпроизводительный. Огромная диагональ экрана, и, конечно же, он... Стилус! Потому что бизнесменам постоянно нужно что-то записывать. Но со временем по производительности оба флагмана почти сравнялись. Точнее, просто теперь телефон за тысячу долларов это не какая-то редкость, как раньше было, не только для бизнесменов. Плюс к диагональю та же самая ситуация, теперь лопаты у каждого второго. И получалось, что вот два флагмана отличаются лишь немного по характеристикам и наличием его стилуса. Я без понятия как там с продажами устройств, открыто об этом не принято говорить, но, видимо, Samsung решил, что одной ручки вот этой не хватает для объяснения наличия второго похожего флагмана в году. И с ноутом решили попрощаться. Его место, видимо, займут складные смартфоны, над которыми Samsung работает последние пару лет. То есть, видимо, будет такая в первом полугодии народная линейка Galaxy S, а для тех, кто готов переплатить за все самое свежее, инновационное и необычное, будет линейка Galaxy Fold попозже и подороже. Потому что вы видели, сколько они уже сейчас стоят. Это обалдеть. Я не техноблогер и не инсайдер какой-то, но вот с моей позиции такого рядового пользователя это абсолютно в стиле поведения современных производителей смартфонов. То есть, представлять пользователям максимально широкий ассортимент разных телефонов с минимальным ценовым шагом. Даже Apple, который строил раньше имидж производителя дорогой техники для элиты, перешел от двух телефонов к модельному ряду аж из пяти, где есть достаточно дешевый. То есть, естественно, если сравнивать с китайцами и корейцами, там вообще безумие. Но при всем при этом остается один вопрос. Вопрос про него. Как же теперь бизнесмены-то без стилуса обойдутся? А он будет поддерживаться всеми флагманами Samsung. То есть, просто его нужно будет отдельно докупить. Все достаточно просто решалось, как оказалось. Так, я достаточно долго говорю о телефонах. Это странно, потому что как бы это даже не новость про анонс нового телефона. Это скорее новость о том, что не будет какого-то телефона. Так что, ну вообще, знаете что? Скажите спасибо, что я не про видеоигры говорил. Пам-пам. Сейчас будет весьма странно. Надеюсь, вы готовы. Дело в том, что ТНТ показал трейлер реальных пацанов против зомби. Да. Тот самый сериал, который вообще расширяет наше представление. Если не о комедии, то о том, ну как минимум о том, как долго можно быть пацаном. 10 лет и 250 серий точно можно быть. Возможно, у ТНТ какая-то особая вселенная, киновселенная, где очень замедленно время идет, потому что у них там 40-летние и пацаны в Перми, и студенты в универе. Так вот, трейлер полнометражного фильма про пацанов, которые бьются зомби. Нормально все. В 90-е похуже было. Да, какие же они все-таки тупые, а? Мне интересно, если мы в разные стороны разведемся, он за кем пойдет? Так, смотрите, я примерно понимаю, что вы подумали. Да, как минимум, авторы находятся в рамках тех же самых персонажей и того же самого пацанского юмора, который и привел сериал к успеху, но 10 лет назад. И есть подозрение, что даже вот добавление зомби в этот сеттинг, оно не сильно улучшит ситуацию. Но я признаюсь, что мне понравился вот этот заход в фильме о том, что пермики не бегают в ужасе от зомби. Они как бы приняли их как очередную тяжесть в своей жизни и пытаются с этим жить. Я так сразу и не помню фильма, который подобным образом бы обходился с темой зомби. То есть мне Ануар напомнил, что в конце фильма «Зомби по имени Шон» немного вот как бы это обыгрывалось. Но это была только самая концовка. То есть здесь как будто развитие этой идеи может быть на целый фильм. То есть, видимо, нас ждет либо интересная попытка переосмыслить тему зомби в контексте вот этой российской провинции, либо нас ждет безумный трешак, на который блогеры снимут кучу уморительных обзоров, обсирая его. То есть мы выигрыши в любой ситуации. Кстати, если вы подумали, что они под коронавирус все это успели снять, потому что выглядит не слишком дорого, как будто быстро снимали, то нет. Еще где-то в 19-м году, если не раньше, были первые новости о том, что вот анонсируются съемки фильма, где реальные пацаны будут биться зомби. Хотя, опять же, по меркам ТНТ, возможно, прошло типа полтора месяца. Я не знаю, как они там время считают. Пам-пам. Я, значит, читал ваши комментарии под предыдущим видео, и на самом деле их много даже было под несколькими последними видео, и многие обращали внимание на картину, которая у меня находится за спиной, с надписью «Завтра выспимся». Вот лишь несколько из них, и, знаете, мне приятно, что вы оценили, это не просто надпись, это картина уличного художника Ильи Мозги. Изначально это как бы было в граффити большое такое, а потом он растиражировал такие картины поменьше. И, как бы, если вы не поняли, у нас здесь современное искусство. На секундочку. Вот. Однажды, я думаю, мне вообще будет не лень, я сниму видос про всякий хлам, который у меня здесь стоит, но сначала надо выспаться. Пам-пам. Я вот вам угрожал, что могу про видеоигры рассказывать. Держите. Древнюю игру Doom запустили на легендарной карманной игровой консоли, ну, наверное, так ее можно называть, пускай. Пускай будет так. Nintendo Game & Watch. Вот эта вот штука, я думаю, многие видели ее советского клона, ну, погоди. Точнее, Doom запустили на новой версии этого устройства, которую вот буквально недавно выпустили, типа под Новый год, как подарок, с более мощной начинкой. Но я хочу сказать о другом. Может быть, хватит уже. Хватит мучить бедный Doom и запускать его на разных странных устройствах. То есть в сети, в принципе, можно найти целые страницы со списками того, где запускали Doom. Калькуляторы, банкоматы, есть даже Doom, который запускали на пианино, чтобы вот клавишами управлять. Что вы хотите доказать? Это даже не является каким-то соревнованием для программистов, потому что начинка в этих устройствах примерно похожая. Сейчас там чайник производится умный на том же заводе, где может производиться какой-то самый дешевый смартфон. Это не очень сложно сделать. В этом нет ничего прорывного, но стабильно. Раз или два в год я вижу новости о том, что вот запустили Doom где-то там через хитро выключенную жопу. Зачем? Пожалуйста. Если вы знаете кого-то, кто вот прямо сейчас работает над тем, чтобы запустить Doom на кофеварке, на фитнес-браслете, на этом, кардиостимуляторе своем, скажите ему остановиться. Вот, пожалуйста, давайте все вместе остановим это издевательство. Бесполезное издевательство над культовой игрой. Пожалуйста. Хэштег передумай. Пам-пам. Это все новости на сегодня. Спасибо большое, что досмотрели до конца. И, как я обещал, вас ждет пара анонсов. Во-первых, до конца года будет как минимум еще два видео, которые не про новости. Одно будет про тревел, а другое будет, ну, другое. И как бы все, я это озвучил, теперь я обязан это выполнить. Я как бы вам должен. В этом и был смысл этого анонса. Также, если все будет хорошо, то до конца года случится куда более важное событие, заработает мой собственный магазин мерча. Я же все-таки это не могу один в России носить такие шикарные шапки, правильно? Теперь точно все, можете переходить на следующее мое видео. А если вы подписаны на канал, нажали лайк и показали этот ролик своей кошке, то вы заслужили комплиментарную новость, потому что, если вы не знали, российские ученые все пересчитали, и оказалось, что в 95% случаев ты молодец, а в оставшихся пяти ты супер молодец. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok